Я устал ждать! 12 лет ждал! В Ашкабане! Привет, мои сладенькие! Я опять делал видео 25 лет, но не спешите бить меня сапогами, ведь из-за этого видоса я рискую получить кирзачом от фанатов Нинтендо, так же как и от самой Нинтендо. Очень уж не любят японцы, когда кто-то играет в их игры и показывает это другим. Так же и от фанатов Легенды о Зельде я рискую получить не в меньшей мере. Стоит мне только сказать что-то не так или упустить какую-нибудь деталь, всё, я сразу стану в их глазах. Мудрак ёбаный! А я, блять, нахуй, герой Советского Союза, блять! Как вы уже могли догадаться, сегодня мы поговорим про The Legend of Zelda Ocarina of Time. Игра вышла 21 ноября 1998 года на платформе Нинтендо 64. Игра вышла из-под пера гениального японца Сигеру Миямото. Именно он является папой таких серий, как Марио, Донки Конг, Старфокс и прочего, в том числе и Легенды о Зельде. И сначала я хотел взять не оригинальную версию игры, а её ремейк на Нинтендо 3DS, который и выглядит красивее и сочнее, и играется так же как оригинал. Японцы очень хорошо постарались, делая перенос старой игры на новую платформу. Постарались настолько, что осознанно перенесли все баги, находящиеся в оригинальной игре. Ебало обладателей Марио 64 на Нинтендо Свитч представили, но есть в этой консоли кое-что, из-за чего её сложно эмулировать. Второй экран, на который выводится вспомогательная информация, типа карты и инвентаря. Дело в том, что он сенсорный, и чтобы пошариться по инвентарю или активировать предмет, постоянно приходится убирать руку с геймпада, переключать экран эмулятора и совершать нужные действия мышкой. Неудобно. И поэтому я решил играть в классический ром с Нинтендо 64 на эмуляторе Dolphin, с которым я очень хорошо знаком и часто использую, чтобы поиграть во что-нибудь старое. Ну и вы на канале Брэна. С вами Брэн. Приятного просмотра. История начинается в деревне Кокери, что находится в лесах Хайрула. В деревне живут лесные полуэльфы-полулюди. И знаком престижа в деревне считается, когда у молодого человека есть личная фея. Так вот, наш главный герой истории, типичный бетарта-девственник не такой, как все, живущий в домике на дереве, спящий целыми днями пиздюк по имени Линк. Он, как обычно, спит в своей нарисованной на заднем фоне кровати и видит странный сон. В котором он стоит у замка, и из него сначала выезжает принцесса Зельда, а за ней и зеленомордой уебан всей серии Геннон. 96 килограммов, вот. Но старый древень с усами посылает пиздюку фею Нави. И с этого момента жопа Линка отправляется в приключение. Я каменщик, работаю три дня! Эй, блядь! Нави пытается разбудить Линка крепкими пинками своих феечьих кирзачей, чтобы его ленивая задница отправилась к великому древу на диалог. И, выйдя из своей сочевальни, нас встречает единственная подруга Линка, Сария. Она безумно рада тому факту, что Линк теперь стал половозрелым, о чем и говорит наличие феи. По пути к дереву нас тормозит Мида и заявляет, что для того, чтобы пройти дальше, нам нужны бумаги, то есть меч и щит. Щит мы можем купить в местном магазине, а меч найдем в Глори Холле за тренировочной площадкой. Вообще, вся деревня это одно большое обучение, где нам расскажут основы управления и механики игры. Но так или иначе, Мида наконец спускает нас к дереву. Пройдя вперед, мы датыкаемся на первых врагов. Платоядные растения, из которых при смерти падают палки. Очень полезная штука, кстати, позже она не раз нам пригодится. Придя к дереву, оно жалуется нам, что умирает. На него наслали проклятие, приспешники зла и отравили. И для решения ситуации он предлагает нам войти в него. А внутри дерева оказывается данж, который нам нужно будет пройти. В нем мы познакомимся с основными игровыми механиками, такими как сражение, стрельба из рогатки и решение головоломок. Например, сейчас нам нужно попасть в подвальное помещение от дерева. Но путь туда преграждает паутина, которую и поджечь-то нечем. Но если прыгнуть на нее с третьего этажа, не советую повторять это в реальной жизни, то паутина не выдержит и разорвется. Все логично. Итак, преодолевая загадку за загадкой, мы наткнемся на орехового сыкуна, который будет плеваться в нас фисташками, пока мы ему эту фисташку не засунем обратно в анус. И под пытками он расскажет нам комбинацию, с помощью которой мы доберемся до босса. Видись мой глаз. Гохма полурак полухуй. Опасности не представляет. Достаточно дождаться, когда эта ебань заползет на потолок, рогаткой попасть в глаз и заштрекать мечом на земле. В награду мы получаем сердце, которое увеличит максимальное здоровье Линка. Телепортируемся обратно к дереву, и оно начинает вливать на нас лор. Но чтобы не мучить вас с косценами без озвучки, я сам все кратко перескажу. С появлением Геннона в мире начался колдовской пиздец, а его цель это Трифорс. В давние времена по пустому нихуя летели три богини. Гин, богиня силы, Найру, богиня мудрости, и Фароре, богиня отваги. Гин создала землю, Найру, небо и солнышко. А Фароре вдохнула во всю эту жизнь, создав животных, чтобы они здесь жили, и разумных существ, чтобы они вели себя как животные. И когда они свалили на свой Олимп, или где они там живут, на месте их побега остался могущественный артефакт Трифорс. Дерево посылает нас в замок, говорит нам встретиться с принцессой, дает нам зеленую брошку и умирает на наших глазах. Ну, знаете, Нинтендо, детские игры, развивающие ПТСР. Линк отправляется из деревни на зов приключений, спасать Хайрул, но на выходе встречает Сарию, и она на прощание дарит нам Окарину фей. На этой Окарине мы будем первое время играть наши хиты. Но убегать из деревни не спешите, в ней еще есть забытый лес, который представляет собой запутанный лабиринт, прямиком из СКП. Коридоры ведут себя неестественно, а если пойти туда, куда не нужно, то нас выкинет ко входу в забытый лес. Но если пошариться, то можно найти множество полезных штук. Ну и, наконец, мы выходим в степи Хайрула. И, выйдя за пределы родной Канохи, первым делом мы встречаем Сову, которая подозрительно в курсе всех событий. И про то, что мы направляемся к принцессе. И про то, что мы избраны для священной миссии. И про то, что Линк имеет сексуальное влечение к МИДа. Вообще, эту Сову мы будем встречать на протяжении всей игры. И каждый раз она будет знать больше, чем мы. Но это и не мудрено, как бы. Вы вообще знаете, какой у Сов слух? Вы в лесу можете пустить самого тихого шептуна, но Сова уже знает по звуку, где пердун. Двигаем к замку, и тут понимаем, что в игре реализована смена дня и ночи. Ну еще бы, это было не реализовано в игре, в заголовке которой есть слово время. А по ночам в Хайруле неспокойно. И неспокойно настолько, что мост в город поднимают. И нам придется ждать утра в компании со сталкерами. Аааа, не замай меня, не замай! Вот вы чара! Итак, петухи пропели, а значит настало утро, и мы входим в город. В городе первым делом попадаем на рынок, где есть кучи людей, с которыми можно поговорить. Среди всей толпы встречаем Малон, дочь хозяина ранчо, которая нам еще не раз поможет. Да и в принципе болтать с жителями порезно. То и дело из их пустого трепа можно получить ценную информацию. И кучи заведений, в которые можно зайти. Среди таких есть магазин с бомбами и щитом и прочим барахлом. Есть тир, в котором можно выиграть улучшение за небольшой взнос. Аптека с веществами, неоновый клубешник, который пока что закрыт, но на всем этом фоне выделяется магазин масок. Правда, он пока тоже не работает. И о нем мы поговорим позже. Но не на экскурсию мы сюда пришли. Наша цель попасть в замок и встретиться с принцессом... С принцессой Зельдой. И угадайте, кого мы встречаем по дороге? Сову. Которая говорит, что в замок кого попало не пустят. И то, что за пределами города время течет в своем нормальном темпе, когда как в городе оно замирает на месте. Но вы это и так должны были заметить. Вы же у меня умненькие. Филигранно обходим стражников с катарактой на оба глаза. И попав за стены замка, встречаем жирное препятствие, давящее храпуна, который очень похож на другого симпа итальянца. Это хозяин ранчо и отец, хуёвый кстати говоря, Малон, оставил бедняжку одну в городе, в котором даже время не идёт, а сам дрыхнет. Но вернувшись в начало, мы встречаем и саму Малон, которая особо и не парится, что её батя ушёл за сигаретами. Она даёт нам яйцо судьбы, пафосно пиздец. И с этого момента нам нужно ходить, бродить и ждать, пока из этого яйца не вылупится цыпа, с помощью которой мы и разбудим жирнича. Ну а пока Кура сидит в яйце, я вам покажу одну обуску валюты. В этом факеле всегда спавнится красная рупия, которую можно бесконечно выбивать, просто бегая от ворот до ворот. Также можно зайти в ночной город и в подворотне найти сомнительное заведение, в котором можно купить ключ за 10 рупий, с помощью него открыть дверь, за которой уже будут два сундука. В одном из них определённое количество рупий, а в другом ключ дальше. И по золоту за спиной барыги, можно предположить, что этими лутбоксами он немало людей наебал, но меня так просто не проведёшь, я блять воробей стрелян, я въебал все рупии. Также можно выполнить детективный квест по поиску собачки толстой леди, за которой мы получим часть сердца. Если собрать четыре таких кусочка, то максимальное здоровье увеличится на один пункт. Ну ладно, хорош уже растягивать хронометраж, возвращаемся к фермеру и будем его петушком. И вручив награду отец года отправляется к дочери. Двигаем коробки, по которым попадаем в застенки замка. Только проследите, чтобы на улице было утро, а не то попадёте в ситуацию, как я. Вот эти два уёбка просто не пустили меня внутрь. Но вернувшись утром, мы можем в стиле Солида Снэйка прокрасться к Зельде. Она говорит, что видела нас во сне в эпицентре пиздеца, что грядёт, а затем начинает заливать нас лором. Те три богини, что создали этот мир и оставили после себя Триэфорс, наделили его способностью исполнять желания. И если чистый духом загадает желание, то будет заебись, а если злой, то нет. И чтобы защитить Трифорс, древние Олды построили Храм Времени. Затем говорит, что мы должны собрать три камня, один из которых у нас уже есть, и священную реликвию, Окарину Времени. Тем временем в замок на поклон королю пришёл сам Геннон, и не добро так на нас зыркает. Зельда даёт нам письмо и отправляет на поиски камней. Из замка нас выводит Импа, личная телохранительница Зельды, расы шейхов. Также она учит нас первой песне Колыбельной Зельды. Зельды. Импа отправляет нас к подножию горы смерти, где живут гороны, великаны, камнееды, девственники. У них мы найдём второй священный камень, а путь горе лежит через деревню Какорихо. В деревне первым делом мы встречаем бригадира строителей. Он жалуется, что работы нет, и его работяги сидят без дела, хотя в центре деревни есть недостроенный дом. В деревне, как и в городе, много куда можно зайти, но один дом выделяется из всех. Зайдя в него, сразу ощущаешь мурашки на жопе. А пройдя глубже, с потолка спрыгивает вот это. Нинтендо спонсор детских травм. Этот человек-паук делает всё, что делает паук. Висит на потолке и просит нас снять с него и его семьи проклятие. Для этого нам надо будет искать золотых паучков по всему миру и убивать их. Помимо прочего, в деревне есть и сайд-квесты. Вот, например, молодая девушка потеряла своих курочек и просит нас их найти. Всего их семь и разбежались они по всей деревне. И тут геймер, воспитанный Call of Duty может застрять, не понимая, как достать всех кур. Например, вот до этой просто так не добраться. Но если взять курочку в руки и спрыгнуть с крыши, и нигде в игре об этом не говорится, даже намеками. До этого просто нужно догадаться. И так во многих аспектах. В награду за сбор курочек девушка подарит нам банку, в которую можно ловить всяких жучков, паучков и прочее. А еще у нее аллергия на куриц и она не может их потрогать. Также в деревне есть кладбище, по которому днем гуляет маленький пиздюк, а по вечерам проводят экскурсии, но сюда с Арией, что мы теперь крутые, пообщались с Зельдой и вообще стали защитником Хайрула. Для этого заходим в забытый лес и идем на звук ее песни. Находим Сарию в сокрытом от посторонних глаз месте и она учит нас своей песне. Сыграв ее, мы сможем поговорить с Арией типа как по мобиле. Каждая песня, которую мы выучим, будет иметь определенный эффект, иногда применимый в определенных обстоятельствах. И разобравшись с этим, мы возвращаемся в деревню Кокорико. Подходим к стражнику, что охраняет проход к горе смерти и просто так он нас не пустит. Но увидев письмо Зельды, тот решает, что Линк с принцессой затеяли какую-то детскую игру и пропускает нас. То есть ему совершенно поебать, что пиздюк может умереть. И даже наоборот, он нас еще и напрягает. Его сын просит у него маску в подарок. А в городе как раз открылся магазин масок. Но сам он сходить туда не может, так как он весь день на службе и просит нас сделать это. Вот и пришло время рассказать вам про этот необычный магазин. А необычный он тем, что маску мы берем бесплатно и можем как сами пользоваться ей, отчего при разговорах с людьми появляются новые реплики, а иногда и квесты. Но самое главное мы можем продавать их, получая выгоду. Например, номинал маски Лиса 10 рупий. Стражнику мы продаем ее за 15 рупий, относим 10 рупий торговцу масками, опять забираем себе. Нинтендо! После наших игр ваш ребенок будет знать капитал Карла Маркса наизусть. И после того, как мы продадим маску, откроется доступ к следующей. Отдав маску стражнику, проходим за ворота и сразу встречаем представителя Арасы Горонов. Он жалуется, что в пещере, в которой добываются самые вкусные камни, да-да, они жрут камни, поселились до Донга. Это такие монстры. Айгеруда в черных доспехах, ну, то бишь Геннон, завалил пещеру камнем, и теперь все гороны сидят голодные. Приходим в город горонов, и тут царит своя атмосфера. Местные на расспросы Линка про камень говорят, что его забрал большой брат и закрылся в своей сычевальне, приговаривая, что ждет посланника королевской семьи. И встав перед дверью, в которой сидит этот самый большой брат, играем колыбельную Зельды. Дверь открывается, и мы встречаем Бэбэя. Снимай штанишки, мальчик. Сначала он пиздюка даже за человека не считает, и агрится. Это он Линка еще в маске лиса не видел, так бы вообще за фури насрал на голову. Но стоит нам сыграть песню Сарии, Сарии. И после сеанса релаксации мы договариваемся, что он отдаст нам священный камень горонов в обмен на зачистку пещер от монстров. Также дает нам браслет, с помощью которого мы способны поднимать бомбоцветы и бросать их, чтобы делать бабахи. Но перед тем, как мы пойдем в пещеры, давайте сначала прогуляемся по Хайрулу. Нет, вы что, я ни в коем случае не пытаюсь растянуть хронометраж на бесконечность. Просто хочу поподробнее познакомить вас с миром. И первой нашей остановкой будет ранчо Лон-Лон. Первым делом мы встречаем Талона, хозяина ранчо. И он как обычно спит, но на этот раз в курятнике. Разбудив его, мы можем сыграть в игру. Он раскинет по курятнику три особые курицы, которых мы должны будем найти за определенное время, а в награду нам предлагает «Ты охуел, что ли?» Но Талон с ебалом Александра Панкратова Черного говорит «Да я ж пошутил!» и за место своей дочери дарит нам банку молока. Спасибо, папаша. Кстати, тут можно воспользоваться хитростью и заранее перекидать кур за стойку, а затем без труда поднять трех куриц. На самом ранчо в загоне с коняшками мы встретим и саму Малон, которая напевает песню, а вокруг бегает маленький жеребенок Эпона. Малон обучает нас песне Эпоны, но пригодится она нам позже. А еще на ферме есть работяга-трудяга Ворчун Инга, похожий на Луиджи. Ну и все в общем. А теперь давайте сходим на кладбище. Тут нас интересуют не могилы, в которых кстати есть лут, нам интересно королевское захоронение, напротив Девс ультанет в могильную плиту, откроется проход в катакомбы. Из интересного здесь новый противник, жуткий зомби. Нинтендо! После наших игр ребенок перестанет бояться монстра под кроватью. Он уже не будет таким страшным. На самом деле это очень простой монстр, если знать к нему подход. Они реагируют на звук. И достаточно просто ходить тихо, чтобы они не вызывали проблем. В следующей комнате учим песню солнца. Оно способно станет нежить, а также помогает скипать ночь или день, в зависимости от того, в какое время мы ее исполним. лавы. Ну и на этом пока что все. Пора нам в данж. Взрываем камень, который блокирует вход и проходим внутрь. И сразу понимаем, что таким же простым, как данж в дереве этот не будет. Тут куча лавы, в которой можно запросто сгореть, а еще турели, стреляющие лазером, личинки додонга, взрывающиеся после смерти, огромные ящеры-фехтовальщики, ну и конечно куча загадок, в основном с использованием бомб. Пройдя глубже, мы находим сумку для бомб, и теперь можем носить с собой нормальные бомбы, и не зависеть от цветов. А теперь нам нужно открыть дорогу к боссу. Для этого пользуемся подсказкой, которая говорит, что путь откроется, когда заблестят глаза гигантского додонга. Видим в стене голову этого самого додонга, и просто скидываем ему в глазницы бомбы, после чего дверь откроется. Тут я кстати понял опасность летучих мышей. Если они горят и атакуют вас в щит деку, то он просто сгорит, так как он деревянный, и придется покупать новый. Решив еще пару загадок, наконец попадаем в логово огромного динозавра царя додонга. Для победы его нужно кормить бомбами, чтобы он застанелся, а затем бить по голове. И так пока он не укатится в лаву. На выходе нас встречает король горонов и торжественно вручает нам священный камень. Но не спешим уходить отсюда, ведь теперь мы можем пробраться на вершину горы смерти. Путь туда лежит по тропе, на которой нам на голову будут падать горящие булужники, а на эмулятор дропы фпс. Но закрывая щитом, мы спокойно матерясь доходим до вершины и встречаем знакомую сову. Она говорит, что здесь живет великая фея, зайдя внутрь и сыграв колыбельную Зельды, прилетает она. Знаете, ей больше подходит название Милфея. Она обучает нас новой атаке мечом. Теперь если мы зажмем кнопку и потратим немного маны, заряжая удар, то совершим круговой удар с большим радиусом. Также мы можем зайти в кратер горы смерти, но без нужного эквипа, который нам пока что недоступен, мы сгорим тут заживо, поэтому не сегодня. А придя в город, мы можем встретить одного из горонов в магазине. Он пришел сюда, чтобы продать бомбы. Но не ради магазина мы сюда вернулись. Дело в том, что перед входом в замок живет еще одна Милфея, которая научит нас огненному спеллу. Ну а теперь пришло время получить следующий камушек. Он находится во владении Зорра, расы водных обитателей. На входе мы сразу можем прикупить волшебных бобов у пухляша и тут же посадить. Если сейчас вам эта затея кажется бесполезной, то потерпите. А еще я случайно испытал на себе курапокалипсис. Просто полюбуйтесь. Как будто брендовый кардиган хипстера назвал заношенным свитером. Пройдя дальше, натыкаемся на группу лягушек и сыграв им песню из нашего арсенала они подарят нам рупии. Еще одно место для заработка. Запишем. Продвигаясь по реке мы попадаем к водопаду, напротив которого нужно сыграть уже привычную колыбельную Зельды для того, чтобы проход открылся. Пройдя во владение Зора, мы первым делом разбиваем их вазы с рупиями. Конечно это же The Legend of Zelda разбить вазы в первую очередь. И не переживай из-за вазы. Да мне поебать. Да это А вот после уже общаемся с местными жителями и выясняем, что местная принцесса Арута куда-то пропала и никто ее не может найти. Подойдя к королю, мы услышим от него только причитание о пропавшей дочери. Ладно, с тобой каши, а точнее ухи не сваришь. Пойдем хоть с водопада попрыгаем. Местная рыбеха кинет в озеро несколько рупий и даст нам ограниченное время на сбор. Если мы справимся, нам даруют серебряную чешуйку, которая позволит нам нырять еще глубже. И с ее помощью мы можем выплыть на озеро Хилия, на дне которого обнаружим бутылку с письмом. Письмо это от принцессы Рута. В нем говорится, что она находится внутри лорда Джабу-джабу и просит помощи. Чего, блять? к королю. Он охуевает по рыбьему и просит нас разыскать Рута. Также упоминая, что все неприятности начались после того, как у них побывал Геннандорф. И он пропускает нас к лорду Джабу-джабу отодвигаясь со своего места. И для начала нам нужно поймать рыбу в озере. Она нам понадобится. Просто махнем банкой по воде и рыба окажется в ней. Далее нам нужно скормить рыбу этому киту. Если что, это и есть лорд Джабу-джабу. Но не спешим, ведь здесь живет еще одна мелфея, которая наградит нас еще одним спеллом, позволяющим телепортироваться в данжах. Или она что-то такое делает. Пока что у меня не было случая, где бы оно пригодилось. Ну а теперь кладем рыбу перед китом и вместе с рыбой Джабу-джабу проглатывает Илинка. Оказавшись внутри кита и немного погуляв по его внутренностям, посражавшись с медузами, которые в любом случае нанесут урон, мы быстро находим принцессу Рута. Из разговора с ней понимаем, что на помощь она не звала и домой не пойдет. Пытается от нас убежать, но падает в язву. Ну делать нечего, прыгаем за ней и она опять пытается нас прогнать. Но увидев нашу настойчивость сдается и заставляет нас носить ее на руках. Охуевшая их Тиандриха. Ну хотя бы не бесит как и шли с четвертого резика. И с помощью Рута, а конкретно используя ее как груз для кнопок, мы сначала найдем бумеранг, способный убивать медуз без необходимости лутать урон, а также притягивать к нам лут, до которого просто так не дотянуться. Затем избавимся от нескольких щупалец, из-за которых некоторые зоны кита недоступны. Всего таких щупалец Рута попадем в ранее недоступную комнату, где и найдем то, что принцессы искала в животе кита. Священный камень Зоры. И как только мы собираемся уходить, происходит прям неожиданность. Платформа взлетает и наруту нападает осьминог. Густары молчать! Ну а спустя секунду с осьминогом уже драться будем мы. Для победы над ним нам нужно будет станеть его бумерангом и засовывать меч в его задницу. Я не виноват, это действительно так выглядит. Ну а после мы попадем к реальному боссу этого данжен. Биоэлектрическая актиния баринад. Битва будет состоять из нескольких фаз. В первой фазе нам нужно срезать ее сосуды сверху и уничтожить медуз, которые защищают ее. Затем она начнет двигаться, раскручивая медуз вокруг себя. Паттерн атак такой же. Застанил актинию, отпиздил медуз. А после она будет стрелять в нас электричеством и вот тут мы уже можем нанести ей прямой урон. Станем бумерангом и режем на морскую капусту. После победы над хуйней появляется Рута и продолжает вести себя как высокомерная королевская особа, хотя уже и проникшаяся к Линку симпатией. А после этого возникает даже легкий романтический момент. Любители суши роллов на месте? Линк в награду просит у Рута священный камень. Но загвоздка в том, что Рута подарит этот камень только своему избраннику. И после этих слов она отдает камень. Итак, все три камня у нас на руках и пришло время навестить Зельду. Вернувшись к замку, мы оказываемся в сцене из сна Линка, который снился ему в начале игры. Только на этот раз Зельда бросила какую-то хуйню, а именно окорину времени в реку. А с Генноном выходит неприятный разговор, по итогам которого Линк оказывается опиздюлен. Подбираем окорину времени и через нее Зельда передает нам знания о песне времени. Субтитры создавал DimaTorzok Бежим в храм времени и играем недавно изученную песню. Начинает происходить магия, и дверь в храм открывается. Субтитры создавал DimaTorzok А внутри в камень воткнут меч, как в сказках о короле Артуре. Линк без труда достает его из камня и этим пользуется Геннон. Субтитры создавал DimaTorzok Линк Линк приходит в себя в странном месте перед стариком по имени Рауру. Один из мудрецов, которые построили храм для защиты Трифорса. Он рассказывает нам, что по сути мы сами и пустили Геннона в храм и позволили ему завладеть Трифорсом. Но так и было задумано. После слов старика Линк осматривает себя и оказывается, что он стал взрослым. Дело в том, что в момент, когда Линк пиздюк вытащил меч, он был еще слишком молод, чтобы стать героем. И поэтому его душа перенеслась на семь лет вперед. И за это время Геннон поработил весь мир. Старик ставит новую задачу. Нам нужно найти пятерых мудрецов, чтобы они наделили нас своей силой, которая поможет нам победить зло. И возвращает в обычный мир. Оказавшись в храме времени, спустя семь лет мы встречаем человека, который ждал нас. Это Шейк. С его слов, последний из выживших. Он рассказывает нам о пятерых мудрецах, живущих в пяти храмах. В дремучем лесу, на вершине горы, на дне озера, в доме смерти и в царстве песка. И первый мудрец, до которого нам нужно будет добраться, находится в храме леса. Это девушка. И Шейк намекает, что Линк знаком с ней. Но кто она такая и что произошло в Хайруле за время отсутствия Линка, мы узнаем уже в следующей серии. А сейчас, если понравилось, то не поскупитесь на лайк и комментарий. Для меня это очень важно и приятно. А вам не сложно. Также подпишитесь. Ну и до встречи на этом канале.